Пойдемте, покажу вам. Здесь вот кухня, старая плита, которую я не зажигаю, опасно зажигать, если зажгу, взлетим на воздух. В гости к себе домой нас пригласил 27-летний Юрий Малыгин. Правда, назвать домом то место, где он живет, язык не поворачивается. Юра показывает, где спит, где ест, умывается. Рассказ недолгий, так как все происходит в одном месте, которое он называет комнатой. Здесь моя комната, здесь я сплю, здесь я разуваюсь, здесь я умываюсь. Воды в доме нет, поэтому умывается Юра благодаря доброй соседке. Она разрешает брать воду у себя, так как раковины у Юры тоже нет, мыться приходится в ведре. Единственный предмет, который создает уют в этом полуразрушенном помещении – небольшой ковер. Для Юры это не просто ковер, это символ того, что дом у парня все-таки есть. Наступать на ковер в обуви Юра не разрешает, разувается сам и просит нас о том же. Затем садится на кровать, которая досталась ему от соседей, и рассказывает о себе. А мать отказалась от меня еще в роддоме. Соседи тут все собрались, ждали, когда она меня принесет. Ну, она пришла без меня. Они спросили, а где Юра? Она говорит, он умер. Юра вырос в интернате. Несколько раз мама все-таки навестила его там. И пару раз даже брала домой погостить, а затем возвращала обратно. Юра с рождения страдает приступами эпилепсии. Считает, что мама отказалась от него именно поэтому. Юре, как и другим воспитанникам детских домов, по закону полагалось жилье от государства, если только нет своего собственного. Когда Юре до совершеннолетия и выхода из интерната оставалось всего пару лет, его мама серьезно заболела. Перед смертью она решила вписать сына в свое жилье, поэтому по выходу из интерната Юра направился жить сюда. Ну да, пришлось перейти после училища сюда. И как здесь было? Так же или здесь было лучше? Нет, здесь было как бы более-менее лучше. У меня все, что вон только угол отвалился. Было лучше, но все же жить в таком доме уже не представлялось возможным. Юра тогда начал скитаться по квартирам своих одноклассников. Долгое время жил у друга, с которым вырос в интернате. Но друг начал встречаться с девушкой, и Юру попросили освободить квартиру. Так он вновь оказался в доме своей матери. Когда я вернулся сюда, официально хотел устроиться на работу, но меня никто не берет. Из-за того, что у меня инвалидность второй группы, никто не берет. И мне приходится подрабатывать. Мне хватает только на то, чтобы купить продуктов немного, чтобы поужинать. То, что жилье в таком плачевном состоянии, Юру не пугает. Дай ему инструменты и стройматериалы, он бы с радостью привел дом в порядок. Но все это надо покупать. На пенсию по инвалидности сделать это нереально. К тому же часть денег Юра уходит на оплату этого жилья. Так что накопить деньги на его ремонт парень уже не в силах. И он обращается за помощью. Прошу всех, кто может помочь мне в этом деле. Решить помочь с ремонтом квартиры. Если вы хотите помочь Юре, сделать это можно, позвонив по телефону 8 937 648 3136. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!